Всем привет, меня зовут Максим Епихин, я представляю официальное русское сообщество под GameGuru. И в этом видеоуроке мы рассмотрим введение в программирование на Lua, ну и рассмотрим некоторые аспекты, которые вы должны знать для изучения программирования под GameGuru в дальнейшем. Ну что ж, для начала мы давайте рассмотрим базовую концепцию. Мы переходим в свойства локальных файлов и просмотр файлов. Здесь мы видим в папке Files, ScriptBank, все скрипты, которые есть. Собственно все скрипты, которые находятся, которые вы будете создавать, они все помещаются сюда. И здесь есть подпапки, которые за картинки отвечают, которые используются. Ну и об этом тоже в дальнейшем сейчас рассмотрим базу. Что ж, как я уже сказал, все скрипты хранятся здесь. Собственно, если вы ставите какой-то скрипт, вы его создаете сюда. И теперь поговорим о таком важном понятии, как связь и глобальные переменные, глобальные какие-то массивы и так далее. Мы открываем скрипт Global. И здесь мы видим все глобальные команды. Вот, например, constant у нас i-manual, i-automatic, i-closes-to-player. Все это можно найти потом в описании, мы это будем комментировать. G-entity это непосредственно глобальные entity, да, у нас это объект идет, как рабочий. То есть у нас даже стол является entity. Ну, то есть это объект, можно так сказать. Вот для искусственного интеллекта глобальные значения. i-soldier-state, он, соответственно, массив, имеет какие-то положения, которые можно будет и в движке почекать, и почекать в документации. Дальше, соответственно, название оружия идет. Вот эти важные позиции для игрока. Это в основном, начнем отсюда, это позиции. То есть, если вы хотите сделать какое-то сравнение, то мы идем вот сюда, смотрим вот эти переменные. Здесь по углу поворота, здоровье, жизни, сколько, G-player, flashlight, это вот фонарь, который на F, вы можете его включить, отключить, как хотите. Ну, и остальные переменные, вот здесь нажата клавиша E и нажата какая-то клавиша. E у нас как идет константа, поэтому, скорее всего, она вот здесь работать не будет. А G-NK, любая клавиша, желательно вводить с нижним регистром. Здесь для мультиплеера переменные. Дальше идет описание функций, вот что такое. Вот, update entity small. Или просто update entity во вторая функция. У нас здесь передается E, объект XYZ. Вот, это как номер, можно так сказать, его. И дальше его параметры. Что ж, здесь описываются, как я сказал, уже функции. Вот, смотрите, здесь у нас идут описания для X и Y. То есть, вот это все мы сейчас можем использовать для нашего программирования. Чтобы грамотно как-то скрипты составлять. Ну, а описание каждой функции мы будем по мере поступления уже объяснять. Вот, getDistance функция, к которой мы можем обращаться. То есть, ко всем этим функциям мы можем обратиться. У нас здесь получаем, вот здесь, видите, на return. То есть, у нас здесь нет return. А здесь она возвращает корень по модулю, все дела, как надо, дистанции, ну, дистанции до игрока. Или от, до стола, до какого-то объекта, как вы укажете в скрипте. Вот, функции, документацию, на которых мы уже написали в нашей группе. Она находится в разделе база скриптов. О, нет, извиняюсь, не база скриптов. Она находится в документации по скриптам. Здесь вот это все, работа с текстом. Вот это вот. И вот эти функции мы уже описали. Но большую часть. Дальше описывать тоже их будем. Можно установить также позиции. То есть, вот этот скрипт global, он непосредственно нужен для глобальных каких-то переменок и функций. Если вы хотите сделать что-то свое, например, глобальную переменную, ну, предположим, денег, вы просто переходите куда угодно и здесь вот и пишите, ну, например, здесь пишите переменную money на нулю. Ну, вот, например, так. Что ж, вот. Это что касается глобальных скриптов. Дальше мы также имеем много каких скриптов, которые уже работают в игре. Например, скрипт health. Заметьте, что все скрипты начинаются с функшн названия скрипта с маленькой буквы обязательно, нижнее подчеркивание, и нет. То есть, он здесь делает инициализацию. Е, соответственно, здесь, это объект, на котором висит сам скрипт. В инициализации вы можете объявлять какие-то перемены только для этого скрипта, а также обращаться к каким-то функциям. Функция main тоже имеет параметр e, то есть, объект в данном случае. И у нас, видите, переменная playerDist равно yetPlayerDistance. А yetPlayerDistance, мы вот здесь уже ее искали, она где-то здесь была. Сейчас ее промотал. Ну, она, в общем, где-то здесь была. Вот, yetPlayerDistance, к ней обращается функция, и, видите, она возвращает дистанцию до объекта. Видите, у нас посылается e, то есть, у нас посылается текущий объект, и берется до него дистанция от игрока. Если дистанция меньше, там, вот здесь, видите, условия, здесь идет программирование на ло, как в паскале, скобки не ставятся, есть оператор and, or, xor, и так далее, потом пишется then и end. С синтакси слова я прикреплю ссылочку на описание, там достаточно все понятно описано. И вот обращение к одной, второй, третьей, четвертой, пятой функции. Что касается здоровья. Что ж, напомню, что здесь хранится основная база скриптов, которую вы можете использовать. Также создаете свои скрипты. В скрипте global, вот, самый большой по весу, находятся все перемены, все функции. Туда же добавляются свои перемены, если они нужны, чтобы их использовать в дальнейшем в нескольких скриптах. Вот, ну, это был базовый урок. Надеюсь, он не был скучный, он разъяснил вам какие-то аспекты. Дальше мы начнем уже непосредственно основное изучение по шагам программирования в GameGuru. Спасибо всем за внимание, с вами был Макс. Я представляю официальное сообщество по GameGuru. Что ж, на этом все еще расскажу. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok